Дождалась я, солнышко. Вот оно! Красота! Солнышко, девочки! И снова спряталась. Давно у нас вперед, как только было. Солнышко! Ну а чё, как поспал? Как поспали, говорю. Да, как поспали. Просыпался. В Екатеринбурге целый час. Ты чё, просыпался? Да, несколько раз. Чё, проснулся, смотрю, стоим. А я не просыпалась. Да, не могу. Просто это... Время — это ещё добрые люди спят. Мы-то уже... Мы-то по тому времени шли. В шесть часов уже за пень. И всё. А ещё да спать, да спать. И малыш. Да вот такой внутренний... Резонанс. А что такие? Какой? Шейзаж. А я так делаю. Ух ты, на мосту. Ух ты. Ух ты. А там, ух ты, речушка. Ух ты, мост, мост. Там гора, папа, бля. Картошечка, людей. Вот сейчас-то как раз-то мы на горе едем. Да, а там вот гора. И везде по дороге Иван-чай уже распушился уже. Отсвёл. Это река. Какая большая. Ух ты, папа. Что-то там такое. Какой-то горгол. В воде. Буй. Буй. Вот он ещё. Буй. Буй. А чё ещё? Буй. Ну, это корабли, чтоб не заплывали тут мелко. С левой стороны. Там крупно, а тут мелко. А мелкий берег. А вот ещё один. Ой. Вот и там, кажется, какая-то лоточка. Эх. Вот тебе и проплыли речку какую-то. Наше путешествие продолжается. Как очень приятно получать подарки. Распаковали, посмотрели. Ну, наверное, это любой человек любит, получать подарки. А поскольку мы едим в гости, мы тоже поехали не с пустыми руками. Я вот помню, когда мы жили в Новосибирске, и мы ездили в Москву с супругой, то, что мы жили в городе, что я мог набрать? У нас шоколадная фабрика Новосибирская. Хорошие там коробки конфет такие красивые. Вот я их купил тоже людям в подарок. Потом приобрели в Барнауле продукцию, значит, фирмы «Алтай Старовер». Там у нас, значит, бальзамчики какие-то, мёд там красивенький тоже. Ну, в общем, чтобы людям сделать приятное, чтобы оставить о себе память. Я думаю, нету смысла, вот мы сейчас едем, нету смысла покупать какую-то коробку конфет там из магазина, из каких-то сетей, да, потому что её можно и там купить. Мы хотели какой-то такой подарок, именно вот подарок нашей местности, чтобы это было натурально, чтобы это было, ну, как говорится, от своих трудов. Вот, мне кажется, именно такой подарок, он запомнится человеку. И когда человек, ну, если это еда, человек будет кушать и как бы вспоминать. Вот, что вот это привезли такие люди. Вот, поэтому, дорогие, я представляю вам наши подарки. Ну, это очень скромно на самом деле, очень скромно. Сумок много, всё тяжёлое, короче. Па-бам! Итак, здесь, конечно, не совсем будет понятно. Это просто наша богородская травка, чабрец. Я её собирал, когда мы пасли коров там. Ну, чувствую, через бумажный пакет очень хорошо проходит. Ну, я вот тут сделал нашу этикеточку, вот так на память. И, конечно же, конечно же, наш дорогой алтайский мёд. Ну, в смысле, дорогой, в смысле, хороший. Не в том плане, что он прям дорогой какой-то. Опа! Это мёд разнотрави, с наших полей, от наших пчёлок. Я знаю, что куда мы едем, уверен, что и там есть мёд. Но это другой мёд. Вот. Тот мёд тех мест, а это наш мёд с наших цветов. Поэтому, я думаю, люди будут довольны. Ну, и нам будет приятно, что мы приехали не с пустыми руками. Вообще, как бы, дарить подарки всегда, это интересно. Людям делать приятно. Сейчас самое главное только правильно закрутить, а то иначе, пока доедем, всё выльется, останемся без подарков. Ну, вот. Мы много не стали брать. Трёхлитровая банка, тяжёлая. Вот. Хотя на поезде едем, можно было бы и больше взять. Куча сумок. Ну, вот так вот. Что ж. Как говорится, мелочи приятные. Наконец-то за нами и приехали. Валя. Как говорится. Самое тельшее. Мига. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...